Все главные новости дня, далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Только избранным Кабмин сокращает перечень небезопасных профессий. Внимание всего мира сегодня было приковано к немецкому Фирнхайму. В небольшом городке развернулась настоящая кровавая драма. В кинотеатр ворвался вооруженный мужчина, открыл огонь по посетителям, позже захватил заложников. Как разворачивались события, сколько человек пострадали и удалось ли обезвредить нападавшего? Все узнаем у нашего немецкого сапкора Татьяны Лугуновой. Она с нами на связи. Таня, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, все подробности этой трагедии, какие ты знаешь. Да, Алексей, но поскольку новость, как говорится, совсем свежая, то информация пока поступает разная и порой даже противоречивая. Что известно точно, кинотеатр освобожден, а преступник убит во время штурма. Произошло все ближе к вечеру в городе Финдхайм. Это земля Гессен. Очевидцы рассказывают, что в кинотеатр вошел вооруженный мужчина в маске и начал стрелять в воздух. Ну а затем забаррикадировался в одном из залов. Там как раз шел сеанс, поэтому зрители невольно оказались в заложниках. На место сразу же прибыло элитное подразделение немецкой полиции и было принято решение штурмовать здание. Раненых нет, но многие люди отравились газом. Что это было за вещество и кто его распылял, точно пока неизвестно. Возможно, это был сам преступник, но и, возможно, и полиция во время операции. Так или иначе, за медицинской помощью обратились по разным данным от 20 до 50 человек. Что касается преступника, его личность пока неизвестна, как, впрочем, и мотивы. Скорее всего, правоохранительные органы сообщают эту информацию уже сегодня, через несколько часов. Ну а местные СМИ уже, видимо, что-то раскопали и сообщают, что захватчик был психически нездоров. Алексей? Спасибо, Таня. Это была Татьяна Лагунова с первыми подробностями трагедии, которая разыгралась сегодня в немецком Финдхайме. Тем временем, в американской трагедии, в Орландо, выяснились новые мотивы стрелка. Амар Матин, который убил 49 человек в гей-клубе в ночь на 12 июня, мог сделать это из мести. Об этом рассказал американским журналистам бывший любовник преступника. Мужчина, представившийся Мигелем, убежден, что Матин расстрелял посетителей гей-клуба из-за того, что один из его партнеров заразил его ВИЧ-инфекцией. А вовсе не по религиозным мотивам, как предполагала ранее полиция. Вышел под залог или сбежал? Николай Романчук, первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации, который попался на взятки почти в сотню тысяч долларов и вчера вышел из СИЗО под залог 5,5 миллионов гривен, пропал. Подозреваемого сегодня искал наш САПКОР Кирилл Ющишин. Он с нами на прямой связи. Кирилл, я приветствую тебя. Ну, поделись результатами своих поисков. Прошу. Добрый вечер, Алексей. После выхода под залог Романчук как в воду канул дома, где на время следствия должен находиться подозреваемый в коррупции чиновник, его нет. Телефон Романчука отключен. На работе в обл. администрации первый замглавы губернатора Николай Романчук также сегодня не появлялся. Хотя делать ему там особо нечего. Официально Романчук отстранен от должности права его подписи, передано другому заместителю Вячеславу Боню. Он сейчас исполняет обязанности главы ОГА, так как губернатор Вадим Мериков после нескольких коррупционных скандалов написал заявление об отставке. Так что большие коллеги Романчука его визита в администрации не ожидают. А вот активисты в платочном городке у здания обл. гос. администрации очень даже хотят пообщаться с чиновником, который взял взятку 90 тысяч долларов. Мы просим собрать чрезвычайную сессию внеочередную обл. рады, потому что эти коррупционные скандалы, которые сотрясают область, ну много в них непонятного. Пикетчики продолжают дежурить круглосуточно. В палатках постоянно находятся около 10 человек, сменяют друг друга, говорят, уйдут, не уйдут. Пока все их требования не выполнят, напомню, требуют отставки руководства ОГА, силовиков, а также отставки главы областного совета. Я также попытался выяснить в правоохранительных органах, где же Романчук сейчас находится, им неизвестно. Однако в СБУ подчеркнули, пределов страны он не покидал. В студии. Спасибо. Кирилл Ющишин сегодня пытался найти следы золотого замгубернатора Романчука. Что из этого вышло, только что услышали. Детективы НАБУ предъявили новое обвинение фигурантам скандального газового дела Валерию Постному и Олегу Рябошапке. Напомню, вчера их выпустили из Лукьяновского СИЗО под общий залог 2,5 миллиона гривен. Но тут же сотрудники НАБУ их увезли в неизвестном направлении. Позже появилось пояснение. Их задержали по новому эпизоду того же дела. Какому именно? Узнаем у Ярослава Кречко. Слава, ты в эфире. Приветствую. Известно, что адвокаты подозреваемых сегодня целый день ждали новых обвинений. Когда их предъявили? И какие новости тебе еще известны? Да, Алексей, два часа назад истек срок, во время которого, согласно закону, должны были вручить Валерию Постному и Олегу Рябошапке, которых вчера выпустили из СИЗО и сразу же задержали, во время которого, время истекло, во время которого должны были им вручить новое уведомление о подозрении по статье «Легализация доходов, полученных незаконным путем». Статья новая. Речь идет о другом эпизоде, но все того же газового дела. Целый день мы пытались получить новую информацию о судьбе задержанных. И вот буквально полчаса назад в НАБУ нам подтвердили уведомления, им вручили. Вчера их было отправлено до Национального антикоррупционного бюро Украины. С ними проводились певные следственные действия. После проведения следственных действий было перевезено данных людей до изолятора тимчасового утримания. Также есть информация о том, что пан Постный был госпитализован вчера за станом здоровья. Сейчас находится в лекарне. Рябошапка сейчас в СИЗО, а вот Валерий Постный в больнице. Его адвокат заявляет о процессуальных нарушениях. Мол, его подзащитный большую часть сегодняшнего дня провел без сознания. Никаких документов не подписывал. А адвоката о планирующихся следственных действиях предупредили лишь за полчаса до их начала. Человек находится, первое, без сознания. Второе, рядом с ним находится документ, на котором написано подозрение о совершении уголовного правонарушения. Подписи в этом документе подзащитного я не увидел. Контрольное время вручения на протяжении 24 часов с момента задержания, то есть 18.02, по закону, если в это время на протяжении 24 часов у человека не вручено подозрение, он должен быть отпущен. Констатирую, что адвоката при вручении подозрения не было. Напомню, в организации газовых схем НАБУ и антикоррупционная прокуратура обвиняют нардепа Александра Онищенко. По данным следствия, продажа голубого топлива Укргаздобычи по заниженной стоимости нанесла государству убытков на 3 миллиарда гривен. По так называемому газовому делу задержали десятерых. Для всех суд избрал меру пресечения 2 месяца под стражей или внесения залогов на общую сумму свыше миллиарда гривен. Интересно, что для большинства задержанных размер залогов от 50 до 200 миллионов гривен. А вот для постного и рябошапка суммы гораздо меньше миллион и полтора миллиона гривен. И сегодня стало известно, что завтра суд рассмотрит апелляцию прокуроров с требованием увеличить суммы залогов для постного и рябошапка. Алексей. Все понятно. Спасибо за работу, коллега. Это был Ярослав Кречко на прямой связи с подробностями. Бунт заводчан. В Днепре сотрудники трех заводов прошли маршем по городу с барабанами, транспарантами и речевками. Чего добивались и что получили, знает Наталья Грищенко. С утра сотрудники сразу трех предприятий Южмаша, Днепрометростроя и завода имени Артема собираются в центральном парке города. Защитившись от палящего солнца панамками и кепками, готовятся к 10-километровому походу. Идут навестить чиновников, чтобы задать простой вопрос. Где зарплата? Средсель госпредприятия Южмаш Андрей Щербатюк говорит, деньги задерживают по полгода. Ну вот это уж мы лазим тут, чтобы зарплату свою. Это же не из-за чего-то. Из-за своей зарплаты. И что мне вот простому работнику этого завода, что мне остается делать? На других предприятиях дела и того хуже. Долг более пяти лет уже сейчас 14 миллионов 740 тысяч. Никому не платят. 120 человек на предприятии. Общий долг составляет заработной платы 8 миллионов 660 тысяч. На своих предприятиях рабочие добиться ничего не смогли, а потому вышли на протест, который назвали маршем достоинства. В преддверии дня Конституции решили поинтересоваться в разных официальных структурах. А что там сделали, чтобы помочь людям отстоять свои права? Мы пройдем по всем чиновникам разных ветвей и требования ко всем чиновникам будет, чтобы они соблюдали Конституцию, соблюдали свои функции, то, что они должны делать. Сначала идут в мэрию. Хотят спросить у чиновников и депутатов, знают ли те, что тысячи рабочих в городе вынуждены жить впроголодь? Зай плату! Зай плату! Ни один чиновник не выходит. Следующая инстанция – пенсионный фонд. Рабочие хотят выяснить, почему пока их предприятия не делают обязательных ежемесячных отчислений, пенсионный фонд ничего не предпринимает, но и здесь митингующих будто не видят. Предупреждаю, что пенсионный фонд создан для пенсионеров, но не пенсионеров, для чиновников пенсионного фонда. К митингующим выходит только в областной прокуратуре. Говорят, уголовное производство по невыплате зарплаты есть, но решений еще нет. Сведения в единый реестр досудебного расследования вносятся правоохранительными органами, уполномоченными НАТО. Это полиция. Процессуальное руководство мы осуществляем. Когда же рабочим, наконец, выплатят зарплаты? Никто из чиновников так и не ответил. Участники акции разочарованы. Сегодняшний 10-километровый поход по жаре никаких результатов не дал. Наталья Грищенко, Евгений Куденцов, подробности, телеканал Интер, Днепр. Сюрприз ждет и работников вредных предприятий. У половины из них отберут льготы. Кабмин намерен существенно пересмотреть два списка таких профессий. Самых вредных и менее. Идея эта принадлежала еще правительству Иоценюка, но и нынешняя от нее не отказалась. Почему и кому из работающих на вредном производстве сегодня может не повезти завтра, выясняла Ирина Романова. На улице 35, в цехе 50, в печи 1200 градусов. Жара немыслимая. Кузнец Игорь Владимирович в таких условиях работает уже 25 лет. Выковывает разные детали для своего локомотива ремонтного завода. Его профессия давным-давно в первом списке. Самых вредных для здоровья. Все эти невзгоды Кузнец терпит ради возможности выйти на пенсию на 10 лет раньше. Но теперь может оказаться все напрасно. В проекте постановления, подготовленном Кабмином, его профессий в списке вредных больше нет. Почему Игорь Владимирович не понимает? Тут такие умовы, что люди месяц-два не выдерживают. Тут остались такие стойки. И только есть одна умова, что можно пойти скорее на пенсию. Узнав желание правительства оптимизировать списки вредных профессий, возмущаются и профсоюзы, причем всех отраслей. Идея эта, кстати, принадлежит Кабмину Яценюка, который планировал приведить перечень на 70% и вычеркнуть оттуда, например, всех работников АЭС. После длительных дискуссий отрасль практически удалось отвоевать. Есть работники, безусловно в атомной промышленности, которые работают в таких умовах, что иногда бывает в зависимости от технического процесса, разово получают дозу опроминения, что их на месяц или два выводят из этих умов. Если он проработает полный рабочий день в этих умовах, то до вечера это будет, извините, радиоактивный труб. Защитить своих попытались и в профсоюзе Горняков. Кого-то отстояли, а вот спасателей не получилось. Горничо-рятувальники, которые во время аварии обязаны идти в пекло, до места пожежи, дать помощь пострадавшим, их эвакуировать и принять соответствующие заходы по ликвидации аварии. В первом и втором списках сегодня более миллиона человек. После пересмотра останется 60%, прогнозирует Волынец. То есть десятки тысяч работников, а это и артисты балета, и медики, и педагоги, теперь не получат госкомпенсации в виде более раннего выхода на пенсию, сокращенного рабочего дня и бесплатного санаторного лечения. Почему? Этот шаг был предназначен в предыдущем меморандуме между Украином и Международным валютным фондом, как один из элементов увеличения дефицита пенсионного фонда. Эта договоренность уже существовала до нас. Один из элементов увеличения дефицита было увеличение, або, скажем так, оптимизация списков один и списков два, которые дают право дострокового выхода на пенсию на пельговых умовах. То может быть так, что и пельговиков переезжаем, и пенсионовых поднимем. Самое важное вопрос на сегодняшний момент, это относится тех, кто уже отработал и сейчас должен выйти на пенсию. Игорю Владимировичу осталось для пенсии два месяца. Кузнец не теряет надежду, что его профессия в списке вредных все-таки останется. Ирина Романова, Жанна Дучак, Даниэль Косаковский, Зиновия Танас. Подробности телеканал Интер. Передоговориться с МВФ. Министр финансов Александр Данилюк заявляет, что Украина, Международный валютный фонд, подпишет обновленный текст договора о сотрудничестве. И исходя из текста, совет директоров фонда будет решать, давать ли Киеву очередной кредит. Речь идет почти о двух миллиардах долларов. Эти деньги Украина ждет еще с августа прошлого года. По словам Данилюка, новый меморандум от старого кардинально отличаться не будет. Правда, о деталях министр не рассказывает. Добавлю лишь, что ранее представитель МВФ Украине говорил, что Киев никак не разработает пенсионную реформу, и это беспокоит кредиторов. А вот глава НБУ Валерия Гонтарева уверена, что уже в ближайшее время Украина может получить очередной транш МВФ. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции. Гонтарева отметила, со стороны Нацбанка уже все готово для подписания нового соглашения о сотрудничестве с фондом. Мы ожидаем, что совет директоров состоится в июле. Сказать вам, какого числа я не могу, потому что, насколько я понимаю, дата не объявлена. Транш, который мы ожидаем получить, ближайшие в размере миллиарда долларов. Глава Нацбанка также отметила, что в стране снижается инфляция. Курс гривни по отношению к доллару, начиная с марта, укрепился на 7,5%. НБУ также удавалось неоднократно покупать валюту на рынке из-за ее переизбытка, вследствие чего резервы Нацбанка выросли до 13,6 миллиардов долларов. Фонд энергоэффективности может заработать в Украине уже в следующем году. Такая структура даст старт модернизации многоэтажа. Уйти на это может от 3 до 5 лет, но в конечном итоге это позволит сэкономить на энергоресурсах. Причем немало, порядка 3 миллиардов долларов в год, подсчитали в Кабмине. Для создания фонда правительству нужна поддержка парламента, а существовать фонд будет как за счет бюджетных средств, так и за счет международных доноров. Мы думаем, что на наступный год может быть закумулировано не меньше миллиардов 20. Когда раздавать по 100 гривен человек, чтобы она хорошо про тебя говорила, это неэффективно. Но когда ты эти 100 гривен инвестируешь в то, чтобы через год, через два, через три, человек начался лучше жить, меньше споживать, больше заработать, вот это и идея экономического возрастания. Во взяточничестве и мошенничестве подозревают первого замглавы Одесской таможни, Семена Кривоноса. В интернете появилась информация о его прошлом, якобы даже уголовное дело о взяточничестве, в котором он фигурирует, было возбуждено. Так ли это и как комментирует обвинение сам Кривонос? Подробнее наши корреспонденты. Сегодня Семен Кривонос, замначальника Одесской таможни, комментирует обвинение, прозвучавшее в расследованиях киевских журналистов. Говорит, действительно, в бытность свою чиновникам Обуховского района фигурировал в деле о получении взятки, но проходил в качестве свидетеля, а не подозреваемого. Причем, что его удивило, сразу же после публикации материала прокуратура неожиданно возобновила это дело. Не случайно, считает Кривонос. Вам не кажется странным, что с 2014 года закрытое дело заинтересовало прокуратуру Киевской области именно в тот момент, когда меня избрали директором, когда меня избрали победителем конкурса директора Национального антикоррупционного бюро. Между тем, и детские журналисты рассказывают, вопросы Кривоноса возникли еще задолго до этого, прошлой осенью, сразу после того, как он появился в команде Юлии Марушевской. Оказалось, что он вообще агроном. То есть, возник вопрос, почему агронома ставят на такую должность заместителя начальника, тем более таможня, нужно знать хорошо экономику, иметь опыт работы в этой сфере. Потом оказалось, что он вообще в этой сфере никогда не работал. Тогда же у местных журналистов возникали вопросы и относительно декларации о доходах Кривоноса. Например, за весь 2014 год он якобы заработал лишь 20 тысяч гривен. В то же время у чиновника и немаленький земельный участок в Абуховском районе, и дорогое жилье. Сам он говорит, это доходы семейного бизнеса. Абсолютно честно, абсолютно честно. Тем более, это никак не связано с государственной службой. Все эти покупки, все эти приобретения сделаны до этого, задолго до этого. Наши журналисты побывали в Абуховском районе под Киевом, где работал Кривонос. Там он возглавлял регистрационную службу, оформляя недвижимость и земельные участки. Сейчас службы уже нет, ее реорганизировали. Местные Кривоноса не помнят, но говорят, получить землю тут крайне сложно. Семен Кривонос претендовал на должность начальника Одесского управления антикоррупционного бюро. И даже прошел конкурс, но после нынешнего скандала снял свою кандидатуру. В самом НАБУ сегодня сказали, комментарии давать пока не будут. Изучают документы вокруг всей этой истории. Екатерина Марченко, Юрий Красновский, подробности, телеканал Интер. Шесть человек погибли в результате аварии под Курском в России. Еще шестеро травмированы, среди них 11-летний мальчик. Все пострадавшие граждане Украины. Личности погибших пока устанавливают. Об этом сообщили в посольстве Украины в Российской Федерации. Авария произошла сегодня в 5 утра возле города Фатеш. Микроавтобус, в котором ехали украинцы, лоб в лоб столкнулся с фурой. Уже установлено, виноват в аварии водитель грузовика ООН. По пока непонятным причинам выехал на встречную полосу. И до момента, пока они не будут завершены, наше посольство не имеет их персональных данных. Ночь под артиллерийским огнем. Три часа сегодня рвались вражеские снаряды в Авдеевке. Боевики обстреляли сначала позиции военных, потом перешли на жилой сектор. В результате один мирный житель получил осколочное ранение. А окраина города все больше превращается в руины. С линии фронта передает наш военный корреспондент Ирина Баглай. Миссия ОБСЕ фиксирует одно из попаданий на окраине Старой Авдеевки. Это мина 82-го калибра. Сделали вывод по первому осмотру. Первый, второй, 82-миллиметровая мина. Наблюдатели замерили глубину и ширину воронки. По компасу определили направление прилета мины. На месте установили, выпустили ее из орудия с севера от города. С территории, которую контролируют боевики. Приход мины примерно в 3-3,5 километров отсюда, с направления минеральная Яковлевка, вот оттуда. То есть с сепарской территории. Виктору для определения направления не нужны приборы. Его дом на пригорке уже год фиксирует, кто и откуда бьет по его и соседским домам. Вот вошла головка, вот разрыв. И целься. Вот она на этот булыжник. Берешь, куда она у нас идет. Смотри, вот за промкой вышка стоит, видишь? А за промкой это Яковлевка. А вот бились Яковлевки. Там на углу, где желтый забор разнесло. Это стопудов били с развязки с Ясиноватской. Из-за моста снизу. Вот тут же и дураку ясно. Грохотом мин от миномета Василек боевики пытались скрыть стрельбу из ствольной артиллерии. Вот это вот дырка от 122-миллиметровой САУ. Вот. Начали лупить сначала по нашим позициям, потом начали идти перелеты в сторону населенного пункта. И так в течение двух часов плотно ложили, причем очень плотно. Марию Семеновну вражеский обстрел застиг в доме. Вот здесь. Лишь поутру решилась выйти на улицу. Меня уже чуть ручит от всего. Этот дом, вот, повредили все. Я уже не могу больше. А вот Альбине Михайловне повезло меньше. Ночью пришлось тушить пожар. Теперь полдома развалены. Разрывное что-то горело там. Вон тушили пожар. Соседи тушили вон у соседей в старых. Не было пожарных. Не приезжали. Сами тушили девчата. На окраинах Авдеевки все реже встретишь людей. Невыездные те, кому некуда и не на чем выехать. Старики остаются жить под прицелом вражеских орудий. Больше не разрывай. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Президент Петр Порошенко провел встречу с советником главы Госдепа США Викторией Нуланд. Интересная и запутанная, казалось, история с этой беседой. Еще вчера сообщалось, что в графике президента ее нет. И Нуланд должна встретиться лишь со спикером Рады Порубием, главой МИДа Клинкиным и замглавой администрации Елисеевым, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе. Но личная беседа Порошенко и Нуланд все же состоялась. Об этом стало известно сегодня ночью. В администрации президента пояснили, встреча была незапланированной. И обсуждали встречу будущую украинского президента с американским Бараком Обамой в начале июня. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд тем временем прибыла в Москву и готовится к переговорам с помощником президента Федерации Владиславом Сурковым. О ее визите сообщил пресс-секретарь американского посольства в Москве. Он также, кстати, добавил, что из аэропорта сотрудница Белого дома к месту встречи добиралась на электричке. Детали будущих переговоров содержатся в тайне. Известно лишь, что посвящены они урегулированию конфликта на Донбассе и проходят в преддверии встречи в нормандском формате. В очереди на обмен. Сегодня украинский Минюст отправил в Россию запрос о выдаче очередных незаконно осужденных наших соотечественников. По последней информации, Москва пока на него никак не отреагировала. Но кто вслед за Надеждой Савченко, Геннадием Афанасьевым, Юрием Солошенко может вскоре вернуться домой? Данил Русаков продолжит. Осужденный чеченским судом на 22,5 года Николай Корпюк готов написать прошение о помиловании. Такой документ по всем юридическим нормам должен быть направлен президенту России. Об этом рассказал адвокат узника Дока Ислая. Вместе с тем, защитник отметил, что его клиенту было трудно принять такое решение. Однако он уверен, все необходимые бумаги Николай подпишет. О формальном подельнике Корпюка Станиславе Клыхе в украинском инюсте сегодня вспоминали тоже. Представитель ведомства Наталья Севастьянова сообщила, что официальный Киев направил в Москву запрос о выдаче украинца на родину для отбывания наказания. Чиновница также добавила, многие рассчитывают, что вопрос может быть решен в политической плоскости. Процедура экстрадиции рискует затянуться. В случае с помилованием временные сроки сократятся. Николая Корпюка и Станислава Клыха осудили на длительные сроки якобы за участие на стороне Дудаевского сопротивления. Речь о Первой Чеченской войне, о событиях, которые здесь называют штурмом Грозного. Почти сразу после вынесения приговора против Станислава Клыха возбудили еще одно уголовное дело. Следствие считает, что он во время суда якобы оскорбил прокурора. Сейчас осужденный дожидается еще одной психиатрической экспертизы, а также новых допросов. Ранее президент Петр Порошенко вспоминал о судьбе осужденных украинцев. По его словам, они должны быть освобождены по условиям минских соглашений. Сейчас Корпюк и Клых находятся в следственном изоляторе Грозного. В прессе неоднократно появлялись догадки, куда именно их могут этапировать. Один из пунктов назначения – колония поселок Харп. Она находится за Полярным кругом. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. Италия может заблокировать продление санкций против России. Руководство страны отказывается подписывать документ, несмотря на договоренность всех представителей ЕС. И ставит свои условия. А именно, требует от Брюсселя включить в итоговый документ предстоящего саммита ЕС пункт о пересмотре политики относительно России до конца 2016 года. Напомню, 21 июня представители всех стран Евросоюза договорились о продлении санкций против Российской Федерации еще на полгода. Это решение должно быть окончательно одобрено Советом ЕС. Сидячая забастовка. В американском конгрессе демократы сутки отказывались покидать зал заседаний. Чего требовали и чем закончилась акция, расскажет наш собственный корреспондент в Вашингтоне Тихон Зятко. После недавнего теракта в Орландо демократы настаивают, контроль над оружием должен быть усилен. Покупателей надо проверять как можно тщательнее. Республиканцы, которые составляют большинство в Конгрессе, против. Они называют неотъемлемым право американцев на оружие. И демократы в этой ситуации пошли на беспрецедентные для американского парламента меры. Они устроили сидячую забастовку. Возглавил протест конгрессмен от штата Джорджия Джон Льюис. Герой движения за гражданские права 60-х годов. Мы не можем больше ждать, мы не можем больше терпеть. Нам необходимо действовать. Не через месяц, не через год, а сегодня. После слов Льюиса, конгрессмены сели на пол. Республиканцы пытались протестовать, призывали коллег по Конгрессу к порядку. Более того, они выключили трансляцию из зала. Но демократы продолжили ее с помощью социальных сетей. Республиканцы объявили перерыв в заседании на неделю. Но демократы скандировали. Нет закона, нет перерыва. Протестующие проводили свою акцию всю ночь. Некоторые из них принесли одеяло и запасы. Продукты им привозили посреди ночи. Подобное можно иногда наблюдать в парламентах многих стран. Но в Конгрессе такое кажется впервые. Рано утром акция все же завершилась. После того, как республиканцы все-таки большинством голосов проголосовали за перерыв в работе Конгресса до 5 июля. Но демократы обещают борьбу за принятие законов о контроле за оружием. Они не остановят. Постоянной стрельбе на улицах в США нужно положить конец. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. По меньшей мере 85 демонстрантов арестовали во время протестов во Франции. Профсоюзы сегодня в очередной раз вывели людей на улицы из-за трудовой реформы, которую пытается запустить правительство. Суть новации увеличить рабочее время на 10 часов в неделю и также увольнять сотрудников по упрощенной системе. В этот раз демонстранты вышли на протесты с фаерами, битами и бутылками с зажигательной смесью. На призывы полиции разъяренная толпа не реагировала. Правоохранителям пришлось применить силу и задержать самых активных демонстрантов. И это еще не все подробности этого дня. Вот о чем говорим далее. Развод или будут терпеть дальше? Чем закончится для европейской семьи голосование в Британии? Шальные пули. Харьковские полицейские ранили двух парней. Правомерно ли был открыт огонь? Никотиновый навар. Как работает табачная мафия на закарпатской границе? Без преувеличения, сегодня один из важнейших дней в британской современной истории, да и не только в британской. В Соединенном Королевстве в разгаре голосование на референдуме по выходу из Евросоюза. Как проходит день? Каковы шансы страны отколоться от евросемьи? Когда ждать результатов опроса? Спросим у Светланы Чернецкой. Она на связи. Светлана, приветствую. Тебе слово. Да, Леша, как видишь, сегодняшний день оказался очень мокрым в Великобритании. Но у британцев еще почти 4 часа до закрытия участков. И сейчас я вижу, что поток людей, в принципе, немного увеличился. Здесь 6 часов вечера. Люди как раз идут с работы. Кстати, в общем по стране ожидается рекордная явка избирателей. Экзит-полы никто не проводит, поэтому придется ждать официальных результатов голосования. Правда, ожидание будет недолгим. Первые цифры с участков придут уже к часу ночи. И уже к завтраку британцы узнают, каким будет их будущее. В составе Европы или же отдельно. Ну и вопрос, который интересует многих. Что же будет дальше? Если Британия останется, то, в принципе, ничего не изменится. Ну а вот в случае Брекзита прогнозы один хуже другого. Сначала рушится фунт, тянет за собой всю экономику. Процесс развода с Европой займет минимум 2 года. И все это время страна будет оставаться в составе ЕС. При этом не имея никаких прав, не участвуя в принятии решений. Вопрос, а правится ли после ухода Британии сама Европа? Чехия, Нидерланды, Польша, Франция. Очень многие страны заявляют о готовности проводить у себя такие же референдумы. И вряд ли ЕС будет существовать в его нынешнем виде. А если же сама Британия осознает, что жизнь вне Европы не сносна, то всегда остается вариант вернуться. Правда, на своих условиях уже не получится. Тогда придется и от фунта отказываться, евро принимать. Еще и Шенген затянут. Ну и главное, надо надеяться, что измену простят остальные 27 членов Евросоюза и одноголосно примут в страну обратно в семью. Ну а сейчас я предлагаю вам посмотреть, как прошел этот день в Великобритании. Этот исторический день оказался дождливым. С утра даже пришлось перенести несколько избирательных участков на юго-востоке Англии. Их залило водой. За ночь выпала месячная норма осадков. Но в остальном голосование проходит без происшествий. Одним из первых политиков на своем участке в центре Лондона появился премьер Кэмерон с женой. От заявлений воздержался. Участки открыли в 7 утра. Для голосования даже удостоверения личности не надо. Его не проверяют. Главное, не забыть приглашение, которое накануне высылают по почте. В бюллетене один вопрос и два варианта ответа. Остаться в ЕС или уйти. Крестиком нужно отметить приемлемый вариант. Чем ближе становился референдум, тем труднее было. Аргументы сторон еще больше запутывали. Правду трудно было отличить от откровенной лжи. Потому это нелегкий выбор. Агитация сегодня запрещена. Политики молчаливы. Отличилась только глава шотландского правительства. Она не раз заявляла, Шотландия останется в Евросоюзе, будь то в составе Великобритании или отдельно. И если граждане Соединенного Королевства решат выйти из ЕС, Шотландия объявит второй референдум относительно независимости от Великобритании. Очень важно, чтобы Шотландия и Британия остались в ЕС. Потому что много рабочих мест, торговля, инвестиций. Все зависит от нашего участия в общем рынке. К тому же мы свободно можем путешествовать по Евросоюзу. Жить, работать, учиться. Это очень важное преимущество. Кроме шотландских националистов, за членство в ЕС выступает правительство во главе с премьером Кэмероном и половина консервативной партии. Также оппозиционная и лейбористская партия, либеральные демократы, зеленые и некоторые мелкие политические силы. Против одна из самых молодых партий страны. ЮКИП во главе с Найджелом Фараджем, часть консерваторов с бывшим мэром Борисом Джонсоном и отбившиеся от большинства члены других полицил. За членство в ЕС ратуют и МВФ, и Всемирные банки, и США, и сам Евросоюз, и НАТО. Великобритания — это мост между Соединенными Штатами и Европой, а также между НАТО и Европейским Союзом. Нам нужна сильная Европа и сильный альянс, чтобы решать многие проблемы. И ключевым фактором для обеспечения этого является Великобритания. Всю мощь своих тиражей на агитацию за выход в последней попытке бросили два самых популярных таблоида — «The Sun» и «Daily Express». Заголовок «День независимости» и призыв освободить страну из когтей Евросоюза на фоне утренней зари, восходящей над Британскими островами. Остальные газеты остались нейтральными. Правда, накануне более серьезные аналитические издания, как «Таймс» и «Файнэншал Таймс», призвали читателей голосовать за то, чтобы остаться. По последним опросам, сторонники ЕС на пару процентов опережают оппонентов. Но большое количество неопределившихся может серьезно повлиять на результат. Многие британцы уже перестраховываются в ожидании завтрашнего утра. В стране зафиксирована массовая продажа фунтов, а также скупка долларов и евро. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности — Британское бюро телеканала «Интер». Грозит Евросоюзу референдумом еще и Турция. Власти собираются спросить у граждан, а хотят ли они в принципе в ЕС. Президент Эрдоган обиделся на Брюссель за проволочки с предоставлением гражданам Турции безвизового режима. ЕС требует сначала провести все необходимые реформы. Эрдоган в ответ обвиняет европолитиков в невыполнении обещаний и, по сути, в исламофобии. Мы тоже, как и британцы, спросим народ, нужно ли продолжать переговоры о вступлении в ЕС. Если скажут «да», тогда продолжим. Я не говорил этого раньше, только в частных беседах. Европа, ты не хочешь нас, потому что большая часть нашего населения — мусульмане. Словацкие таможенники задержали на границе украинский грузовик, который перевозил контрабандные сигареты. Примечательно, что нашпигованное нелегальным товаром авто украинскую границу пересекло беспрепятственно. Марина Коваль, с подробностями этой истории. В пункте пропуска Ужгород-Вышний-Немецкий на словацкую сторону заехал украинский грузовик, якобы пустой. Водитель, гражданин Украины, сказал, что едет за товаром в ближайший словацкий город Михайловце. Но служебная собака подала сигнал. Осмотрев грузовик, таможенники нашли специально оборудованные тайники. В них, а еще в шинах, было спрятано почти полмиллиона пачек сигарет. В итоге было найдено 2300 блоков сигарет разных брендов с украинскими акцизными марками. Убитки, которые понесла бы Словакия из-за нерастаможенного товара, могли составить свыше 62 тысяч евро. Задержанный Словаками водитель, давний знакомый украинской таможенной службы. С сигаретами на границе его грузовик ловили 17 раз. Об этом на своем официальном сайте сообщил Геннадий Маскаль. Сами таможенники от комментариев отказались. На этот раз от уголовной ответственности уйти не удастся. За контрабанду сигарет против водителя в Словакии возбудили уголовное дело. Если его вину докажут, то ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы. Марина Ковагюри Ковалев, подробности телеканал Интер. Харьковские полицейские в центре скандала стали участниками пьяной драки со стрельбой. Кто виноват и есть ли пострадавшие, выясняла Светлана Шикера. Двое полицейских и четверо отдыхающих встретились неподалеку от местного пляжа сегодня в 6 утра. Полицейские были не на службе. По дороге пробили колесо в машине, остановились, чтобы его поменять. К ним подошла группа подвыпивших молодых людей. Якобы хотели помочь, но завязалась ссора. Один из полицейских представился, достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Молодые люди ушли, но, как оказалось, ненадолго. Трех сгодом они повернулись на место конфликта. Отбылась бойка и уже под час другой части конфликта один из правоохранителей застосовал травматическую оружие до нападников. В результате двоих пострадавших доставили в больницу. Одному оказали помощь и отпустили. Состояние второго стабильное, жизни ничего не угрожает. Мы встретили парня в коридоре, но говорить, что либо на камеру он отказался, мол, еще под действием анестезии. Пострадали и полицейские. Какие у них травмы, пока неизвестно. Оскільки по прибытию до лекарни полицейские отмолились от медичного обслежения. Мы направили их на обслежение о наявности алкоголя в крови. За попередними данными, все участники конфликта были в состоянии алкогольного спьянения. О самих полицейских информации немного. Одному 30, старший лейтенант, второму 26 лет. В звании лейтенанта. Сотрудники райотделов. Какие должности занимают, неизвестно. В полиции что-либо прокомментировать за весь день так и не удосужились. Мол, идет служебное расследование. В Днепре ужесточили правила размещения рекламных бордов на улице. Теперь сносу подлежат те рекламные конструкции, которые находятся ближе 10 метров к проезжей части и 50 метров к перекрестку. Предприниматели говорят, под снос таким образом попадет 90% бордов и бюджет города недополучит миллионы отчислений от рекламы. В депутатском же корпусе предполагают это решение политическое и убрать собираются счеты с политической рекламой кандидатом народной депутаты Загида Краснова. Сейчас его считают лидером гонки по 27 округу. Выборы там, напомню, состоятся уже 17 июля. Сегодня мы видели заседание чисто воровской и рейдерской власти, которая узурпировала все, что можно в городе и пытается по беспределу сносить рекламные конструкции, на которых размещается лидер гонки по 27 округу. Не буду называть фамилию, чтобы не проводить агитацию. Все действия городской власти направлены на чистую политику. Мы керуемся законами. Закон о рекламе и типовые правила кабинета министров. Также есть положение Днепропетровска, которое вырегулировано с положением кабинета министров. Этих норм, которые прописаны, нету в положении рекламы. Это неизвестно откуда взяты нормы. Это какая-то сказка Днепропетровска. Столицу продолжают сотрясать земельные скандалы. Вокруг спорной стройки на Никольской Слободке новые перипетии. Противники строительства пришли сегодня к столичному апелляционному админсуду. Что требовали от Фемиды подробнее Елена Митясова. В строительстве скандальных высоток на Никольской Слободке взят тайм-аут, но точка не поставлена. Назревает новый скандал. Мы хотим там видеть зону отпочинка, чтобы там можно было гулять, кататься на велосипедах. Мы хотим заставить, чтобы все-таки вот эти два дома, которые уже построены, чтобы их все-таки демонтировали. Демонтировать за счет тех людей, которые дали разрешение. Кто кому, на каких основаниях давал застройщику разрешение, запутались даже местные власти. Один из таких документов и привел сегодня жителей Слободки к столичному апелляционному админсуду. Под вопросом границы прибрежной зоны. Как близко к воде можно было строить? В 2009-м чиновники решили, что это 50 метров. Этими расчетами тогда и руководствовали застройщики. Но есть нюанс. Чиновники забыли опубликовать тогда норму. Не было доведено до відома населення. А отже, нечинное. Эти земельные участки имеют обмеженный режим забудовы. Они имеют статус природоохоронной, рекреационной территории. И будувати там не можно. Зимой этого года активисты оспорили решение 7-летней давности. Прибрежная зона уже 100 метров. И снова казус. Норма 2009 года вдруг появляется в майском номере официального издания. А Киевгородадминистрация вместе с застройщиками в суде требует признать старые расчеты действительными. Речка, або Русановская протока, относится до речки Песенка, которая есть средней речкой. Поэтому, соответственно, к кодексу водного и земельного кодексу, отстань позволяет для строительства 50 метров. Первый дом, который строится, находится на отстани 67 метров. Информация про 100 метров появилась сразу после протеста. То есть, эта информация явно продвинута кем-то. На данный момент, с законных оснований считать, что здесь защитная полоса 100 метров, нет. Но судебное заседание закончилось, так и не успев начаться. Участники процесса не ознакомились с материалами дела, объявили перерыв до середины июля. Напомню, скандалы вокруг строительства жилого комплекса на набережной Днепра идут не первый год. Местные жители Слободки неоднократно выходили на акции противовозведения по соседству высоток. Однажды все закончилось стрельбой. Неизвестные в масках открыли по людям огонь. С ранениями тогда были госпитализированы несколько человек. Стройку не раз то замораживали, то размораживали. Потом апелляционный хоз суд Киева признал возведение комплекса законным. А месяц назад ГАСК аннулировал выданное им ранее разрешение на возведение там жилого комплекса. Елена Митясова, Алексей Шматов. Подробности в телеканал Интер. Массированный вражеский обстрел Широкина на Мариупольском направлении. Боевики несколько часов подряд били по поселку из Гаубит и тяжелых минометов. Подробнее о ситуации на передовой узнаем от нашего боинкора Александра Пантелеймонова. Это был настоящий массированный обстрел. Ландшафты так разбитого в дребезги Широкина дополнили новые разрушения. Война не на равных. На тяжелую артиллерию противника, которая оставляет вот такие разрушения, нам приходится отвечать стрелковым оружием или максимум гранатометами. Пулеметы, гранатометы и противотанковые ракеты. Вот и весь арсенал наших бойцов. Остальные вооружения отведены с передовой. С противоположной стороны наоборот подводят все больше тяжелой артиллерии, запрещенной минскими договоренностями. С 11 часов и до 2 ночи начался интенсивный обстрел вдоль линии от Широкина до Водинова с применением тяжелого вооружения калибром 120-122 мм. Мины меньше калибра мы, в принципе, даже уже практически не замечаем. Но работало вчера и 82 мм, и СПГ работали. Новые инициативы минской группы тоже не вызывают у наших солдат оптимизма. Например, к созданию очередной буферной зоны с отходом назад каждой из сторон наши военные относятся с большим недоверием. Говорят, это уже проходили. Опыт есть, поэтому нечего выдумывать. Мы шаг назад, а не два вперед. И такие опасения полностью оправданы, ведь любые договоренности боевики нарушают почти сразу после их заключения. Александр Пантелеймонов, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Соединенные Штаты начинают поставки Израилю самолетов пятого поколения F-35. С такими машинами ВВС еврейского государства смогут сохранить подавляющее превосходство над любым противником. Рассказывает Сергей Услендер. Еврейское государство будет первой страной, получившей эти машины от американских вооруженных сил. В ближайшее время будет поставлена первая эскадрилья 19 самолетов, потом вторая. Всего количество F-35 в израильских ВВС планируют довести до 50. Поставки идут в рамках американской военной помощи. Мы внимательно изучили технологии, использованные для разработки этого самолета и его боевые возможности. Ничего подобного в мире больше нет. Это уникальные машины. Наши ВВС с нетерпением их ждут. Что любопытно, Израиль получил разрешение вносить изменения в устройства аппаратов. На них будут установлены израильские системы радиолокации и управления оружием. Самолет производится отдельной модификацией F-35I, то есть Израил, и получит название Адир. Самый точный перевод с иврита – крутой. Несколько месяцев назад мне доверили летать на этом самолете. Как пилот я должен поделиться своими ощущениями. Это было все равно, что держать в руках будущее. Американцы потратили много лет и миллиарды долларов на разработку машины, но результат впечатляет. Ф-35 создан сразу в трех вариантах. Истребитель ударный и для действий с кораблей. Ни одна страна мира пока такие технологии не освоила. Его не видят радары. И это очень важно. Так как его летные качества отходят на второй план в данном случае. Просто если противник его не видит, он ударит первым и собьет первым. То же самое с наземными целями. В свое время Израиль просил США продать самолет F-22 Raptor. Но машины были слишком дорогими и Конгресс запретил их продажу за рубеж. Теперь ВВС получат F-35, что сделает их превосходство над всеми армиями Ближнего Востока подавляющим. Израильские военные давно обеспокоены тем, что постепенно теряют господство в воздухе. Теперь причин для этого нет. С таким оружием израильские ВВС по-прежнему останутся самыми сильными в регионе. Есть и другой момент. Прекрасно известно, что Пентагон очень не любит закупать оружие, прошедшее так называемые полигонные испытания. А учитывая обстановку вокруг Израиля, у новых самолетов очень скоро будет возможность поучаствовать в настоящих боевых действиях. Сергей Усленер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Как накачать бицепс? Комичный совет дал Арнольд Шватценеггер. И в чем секрет успеха сборной Исландии на Евро-2016? Посмотрите в нашем обзоре. Суд Австрии обязал воспитательницу детского сада заплатить штраф 1200 евро. Педагог из Граца заклеивала детям рты скотчем, чтобы не мешали ей работать. Женщина репетировала с детьми утренник. Малыши шалили и громко смеялись. Поэтому воспитательница применила новую методику. Позже она сама созналась во всем властям и извинилась перед родителями. Исландский комментатор сорвал голос во время матча родной сборной против Австрии на Евро. Решающий гол исландцы забили только на 94-й минуте. Это позволило им впервые в истории выйти в плей-офф Евро. Посмотрите и послушайте, как праздновал комментатор. Секретом успеха исландцев поделился игрок сборной Арис Куласон. Оказывается, на тренировке массаж ног футболисту делала первая леди страны супруга президента Дорит Мусаев Гримсон. Орг-комитет Уимблдона попросил производителей спортивной одежды срочно заменить наряды теннисисток. После матчей квалификации оказалась форма уже очень короткая. Сами спортсменки пожаловались, но у юбки задираются и мешают играть. Судьи и зрители это тоже очень отвлекает. Говорят, не могут сосредоточиться на матче. Больше века на самом старом теннисном турнире планеты действует строгий дресс-код. Арнольд Шварценеггер вновь порадовал своих поклонников в Инстаграме. Показал, как правильно накачать бицепсы и грудные мышцы. Если вы не успеваете ходить в зал и тренироваться, советует Арни, накачивайте вот так. Американец приложил большой палец к рту и начал дуть. Ролик совет собрал полмиллиона просмотров. Пятиметровый питон забрался в дом австралийки Трины Хибберт. Утром женщина заметила, как гигантская змея ползет из прохожей в ее спальню. Хибберт вызвала зоологов. Специалисты выяснили, что питон 10 лет прожил на крыше дома австралийки. Пока змея осваивалась в новом помещении, успела перевернуть торшер и включить свет в комнате. Такими были новости этого дня. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра в подробностях. Субтитры создавал DimaTorzok